НОВОСТИ НА ДОНУ Два пешеходных перехода через железнодорожные пути Построят в Ростове Они появятся на станциях Ростов-Товарный И на перегоне Ростов-Товарный Зоологический сад Как сообщает пресс-служба СКЖД Всего около 100 миллионов рублей Будет инвестировано в этом году В строительство 7 пешеходных переходов Все они будут оснащены Световой и звуковой сигнализацией Основные работы проведут в Ростовской области И Краснодарском крае Переходы должны минимизировать Случаи травматизма граждан На Северокавказской железной дороге Первое в России научное издание Романа Тихий Дон Презентовали в Ростове По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова Рукописи романа были выкуплены В 1999 году По поручению председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина При жизни Михаила Александровича Шолохова Было издано 342 раза Издавался Тихий Дон При этом ни одно издание Не учитывало творческую волю автора Поэтому Институт мировой литературы Имени Горького Академии наук Проанализировал все издания Оценил и принял решение Издать такое издание Которое бы наиболее соответствовало Именно авторскому варианту Данное издание романа в двух томах Было выпущено за счет средств Областного бюджета 900 тысяч рублей По решению губернатора региона Василия Голубева Тираж издания, тысячи экземпляров Их планируется передать В библиотеке Ростовской области Музей «Россия. Моя история» В Ростове откроется в сентябре Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев По словам руководителя региона Все строительные работы планируют Завершить до чемпионата мира Цитирую К 1 июня текущего года Вся строительная часть музея Будет завершена Сразу после этого Город займется высадкой деревьев Кустарников и благоустройством Мы планируем до конца лета Текущего года завершить музей Он должен функционировать 1 сентября сюда придут люди Конец цитаты Власти города уверяют Что все деревья, которые вырубили Для того, чтобы построить музей Заменят новыми Напомню, в декабре недовольствие местных жителей Вызвал массовый спил деревьев В парке Островского За памятником героям чернобыльской славы Позже выяснилось, что на этом месте Откроется музей Россия. Моя история Новое здание займет больше гектара земли Внутри будут находиться композиции Которые создадут при помощи 3D-моделирования Закрытый показ фантастической драмы Рубеж прошел в Ростове Просмотр для представителей патриотических организаций Ветеранов устроили в Доме кино 18 февраля Одним из первых фильм увидел губернатор Василий Голубев Картины режиссера Дмитрия Тюрина Задуманы как социально значимый проект Ориентированный в первую очередь на молодежь Главный герой этой истории Энергичный и беспринципный бизнесмен Из Петербурга Который попадает в прошлое И оказывается на трагически известном Невском пятачке В месте битвы за Ленинград Автор сценария этой картины Тот же, который придумал сюжет фильма О попавших на линию фронта Чернокопателях Мы из будущего Тем не менее, это разные фильмы Подчеркивает продюсер фильма Джаник Это фильм о сегодняшнем дне И вы как бы так К сожалению, пресс-релизы И журналисты Поскольку про это легче говорить Приговорили к тому, что это фильм о войне Это фильм не о войне Это фильм о современном молодом человеке О его системе ценностей О его системе отношения к миру О том, что произошло С детьми того поколения, которое Разочаровавшись многократно В разрушенной советской стране В пересмотре истории В разрушении своих исторических Моролитических ценностей О том, что с ними случилось Когда они вырастили С поколения своих детей Которые, не осознав всего до конца Выросли с ощущением страшного неверия И недоверия В этом смысле мы продолжаем Эту великую линию В мировой литературе О человеке без корней Или наоборот О человеке с корнями Премьерный показ фильма Прошел 18 января В Петербурге В день 75-летия Прорыва блокады Ленинграда Вместе с ветеранами И поисковиками Фильм посмотрел президент России Фильм «Рубеж» Получил государственную поддержку В сумме 200 миллионов рублей Общероссийская премьера Стартует 22 февраля С вами была Наталья Тарасова Далее слушайте выпуск Деловых новостей В студии Инна Билан Здравствуйте 10 соглашений на 106 миллиардов рублей Таков итог работы Донской делегации На российском инвестиционном форуме В Сочи Лавка зеленчика Под которую была стилизована Экспозиция Оправдала ожидания За два дня Нарубили достаточно капусты Например Хаят все же примет Болельщиков Мундиаля Первая очередь отеля Будет сдана к июню Проект по-прежнему Финансирует Внешэкономбанк Говорит председатель банка Сергей Горьков К сожалению Весь комплекс не будет запущен Но часть отеля будет запущена Мы как раз ездили Смотрели Составили план Каким образом Все-таки К июню К первому матчу Определенные качества людей Там сможет заехать Внешэкономбанк Участвует и в других Крупных инвестпроектах Дона Это развитие производства Индейки Евродона И экспортная программа Растильмаша Будут и новые проекты Перспективы сотрудничества Закрепили соглашением Говорит губернатор Василий Голубев Мы договорились Что состоятся Рабочие встречи Которые Рассмотрят Другие направления Сотрудничества Собственно говоря Жизнь подтверждает Что там Где у нас Ритмично Динамично Складывались Отношения То мы выходили на результат На форуме в Сочи Донской губернатор Подписал соглашение О сотрудничестве И с председателем Правления Сбербанка Стороны договорились О взаимодействии В реализации инвестпроектов В поддержке малого бизнеса Реформирование ЖКХ И жилищном строительстве Кстати Один из 75 проектов С которым Ростовская область Приехала на форум Это реновация Территории Старого аэропорта Ростова Инвестиции в проект Превышают 150 миллиардов рублей Взлетно-посадочная полоса Превратится в пешеходную зону С магазинчиками Здесь же планируется построить Не менее 8 школ И 17 детсадов Ожидается, что жителями Нового микрорайона Ростова Будут 100 тысяч человек Еще одна новая Для Ростовской области Тема Ветроэнергетика На форуме Губернатор подписал Соглашение с двумя компаниями Которые планируют Развивать эту отрасль Одним из центров Новой энергетики России Станет Волгодонск Сборочное производство Узлов и агрегатов Ветроустановок Планируется запустить На Атоммаше Уже в этом году Также в числе важных Соглашений Подписанных на форуме Обход Аксая И завод строительных Материалов Гукова Донская делегация Провела ряд деловых Встреч и переговоров Которые вполне можно считать Началом новых Совместных проектов Мясо, рыба, овощи и фрукты Изъяты в ходе рейда По несанкционированным Местам торговли Выписаны штрафы Работающим на улицах Первомайского района Ростова Продавцам делали внушения Представители Департамента потребительского рынка И административной инспекции Условия безопасной торговли Не соблюдаются Да еще и сопроводительных документов На товар обычно нет Но покупатели У таких точек есть Близко к дому Немного дешевле И сомневаться в качестве И безопасности продуктов Остается департаменту Потребительского рынка Говорит директор департамента Ирина Тиларова Здесь, наверное, самое главное Должна быть Нетребимость самих жителей Граждан Которые приобретают эту продукцию Потому что продукция Непроверенная Продукция сомнительного качества И мы зачастую Не понимаем Происхождение этой продукции В связи с чем Она представляет Угрозу жизни и здоровью Нашим гражданам А сотрудники Административной инспекции Напоминают Торговля в неположенных местах Это теневые рабочие места И неуплаченные налоги Так что на ближайшем заседании Данского парламента Будет рассматриваться Проект областного закона Об ужесточении мер Ответственности За такие правонарушения Ростом штрафов Теперь о валюте Официальный курс Центробанк составил 56 рублей 34 копейки за доллар И 69 рублей 90 копеек за евро Это были деловые новости На ФМ на Дону Телефон редакции 200 ровно 0849 С вами была Инна Билан Еще больше новостей Читайте на сайте Дон24.ру И о погоде Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области В Ростове ночью Небольшой снег Дорога Гололедица Температура воздуха От минус 2 до минус 4 градусов В Ростовской области Облачно с прояснениями Местами небольшой мокрый снег В отдельных районах Туманно Дорога Гололедица Ветер северо-восточный От 5 до 10 метров в секунду Температура воздуха От нуля до минус 5 градусов И о маленькой погоде В хуторе Гераськин Что в Чертковском районе Ростовской области Ночью будет идти снег Температура воздуха От минус 3 до минус 4 градусов Ветер юго-западный 2 метра в секунду